Приветствую всех на Верхниз ТВ. Сегодня у нас вторник. Да, а вторник значит что? Что к нам приезжает Дарья. И мы капаем вин крестим всем, кто болеет венерической саркомой. Ну и делаем, конечно же, осмотр. Вот Марусеньку еще мы не показывали Дарье. Зато мы посмотрели уже вот этих крикунов. Машеньку посмотрели. И Тишенька уже был осмотрен и подрался с нами немножко. Чизик выздоровел, выписан. Мусенька ждет переезда в семью. Тоже, в общем-то, выписано. То есть все у нас уже идут на поправку. И кто-то там... Тихо, тихо, тихо. Так, что мы с Олилией? Тихо, сейчас вы пошли за глянь. А, я тупо капаю сразу? Угу. Кого покапаем? Лайду. А, Рика. Сейчас, сейчас, Марусь. А вы не хотите к мести посадить? Нет. Ой, тихо. Бам. Ну да. На выход. На прогуляться. Если вспомнить, какая огромная опухоль была у Оливки при поступлении к нам в бесплатную санчасть, можно понять, почему последствия операции не прошли за неделю. Оливка поправляется, но ей были удалены лимфоузлы и обе молочные гряды. Это было наисложнейшее восстановление, и сейчас девочка почти пришла в себя. Очень много сил Оливка отдала на послеоперационное восстановление и практически отдала свое зрение. Сейчас Оливка слеповата, но она активна, живет без огромной трехкилограммовой опухоли, ходит, бегает, постоянно проверяет прачечную. В общем, живет и наслаждается одним словом. Единственный момент, Оливка стала привередлива в еде. И теперь она у нас ест только натуральную еду, а нашу кашу с мясом, консервы и сухой корм отказывается есть практически всегда. Оливка. Господи, иду. Все, все. Точно не хотите вместе посадить, нет? А что, может, не дуэт? Это пивунья, та пивунья. Дуэт. Может, наоборот, они не молчат. Ну, будут друг друга нюхать. Почему все не подружатся? Ну, это мы не узнаем, пока не подружим. Оливка, пошли домой. Открывай. Котики дома? Если что, раз это самое, раз втаскивать. Сонечка, вон какая дружелюбная, смотри. Сонечка, иди знакомься. Тебя теперь есть этот, спутник. Иди, иди. Иди сюда, Оливка. Иди, иди знакомься с Оливкой. А куда она пошла? Все, ушла собака. Ну, пошла к кошке. Там открыто? Да. Или было открыто, или она открыла. Выходи, Сонечка. Господи, за вами не следишь. Я не успеваю вас в кадр поймать. Оливушка, иди сюда. Там кошка. Смотри, чтобы не настукала тебе. Ливочка, иди ко мне, скажи. Смотрите, сейчас Китти вам настукает. Оливка? Она очень Китти заинтересовалась. Сонечка. А то Сонечке, в общем-то, нравится Оливка. Оливка? О, ты линять начала. Все, нашла что-то интересное. Пойдем. Просто тряпочки. Пойдем, Оливка, пойдем. Просто тряпки. Соня, что происходит? Иди отсюда, иди. О, боже мой, веселье. Ты какое безудержное. Какая прелесть. Меня только там не возведут. Интересно, почему она сидела в канаве. У нее сил не было, чтобы она не выглядит, как будто она сидела на доме. Она выслалась уже, немножко поедала. Тогда, видимо, не было сил. Не было, но девчонка сказала, что она бы не выглядела. Замор, злоходенькая. Что такое? Что такое? Что такое? Да, а быльки на тебя не хватает. Ой, да точно. Был бы дует стопроцентный, да? Ты стопроцентный дует. Если покусываешь, ты обалдела совсем. Я тебе вкусняхи давала. О, боже. О, Олилия. Ты чего? Ты класса. И так может продолжаться целый день, я так понимаю, да? Да, я думаю, что да. Тут энергии на троих еще. Слух нам лет-то так. Лет 10, наверное, да? Маленькая собака с этой щенок. Да, наверное, по возрасту. Ну, порядочно. И молодая. Сколько тебе, Фанька? Анти-Соня. Все вам расскажи. Да? Угу, здорово. Врач обалделка. Где ушел? Вот все это. Где у Сони места? А? Место где твое? Где место? Соня. Иди-ка, лебушки. Скажи о своей нехотке. Не хочу ее. Мне надо люди. Мне надо люди, да? Еще не факт. Мне прям надо люди. Как компания. Она идёт, да? Потом найдут компания. Я ее отпускаю, она за мной просто ходит. Ей не надо ни есть, ни пить, ничего не надо. Ну, и большие. Куда, Инка. Ну, что ты вся в соплях? В чих? Угадайте, да? В чих ты соплях ходи в своих же. Оливия, в чих ты соплях. Что, Вау? Ревнует. Ты посмотри. Гладит не ее. Кому счастье? Кому комучик счастье. Чтобы это счастье пристроить, ее надо сфоткать хотя бы раз. Да? Замри. Я уже минут 10 снимаю. Замри. Вот, пожалуйста, фотография. Сидеть. Ваш профиль. Отлично. Задыли. Отлично, молодец. Все. Отпускай? Все, можно включать. Все, свободен. Свободен. Свободу, попугай. Шубка такая. Где ты, Музыка? Спряталась. Не поела ничего. Где ты носа подбираешь? Пыль какую-то подбирает. Будем так общаться. Да, 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 да. Вылазь, вылазь тихонько. Олевушка, беги. Беги домой. Она тебя затопчет сейчас. Она же не видит ничего. Хрюнет-то. Соня отлично слышно. Саньца, взрослая. Я тебя сейчас покусаю. Ешь, как мелко. Пенечками свои не грызешь. Олевка, аккуратно, аккуратно. О, кусок сейчас. А, она так не все за ней. Что такое? Куда она пошла? Проверь. Ну-ка, иди за ней, проверь быстро. Вот. И вот так мы теперь живем, потому что иначе у нас концерты. Олевка пошла в прачечную, наверное, да? Да. Еще у нас, конечно же, как вы помните, есть вот эта красавица. О, ты что здесь? Нафуфняла? Да? Будем кокольки твои убирать. Грейси, как настроение? Грустная сегодня, да? Дождь идет, погода. И настроение. Да? Я бы тебя пустила сонечкой погулять, но вот ты, конечно, коварная женщина. Ты сонечку сразу можешь запнуть. Да, ты такая. Хорошая наша девочка, солнышко. Да, солнышко. Грейси. Ладненько. Буду убирать, друзья. Опа. Здоровый кот. Все. Тишенько. Да, единственная проблема, не надо гладить попу, все. А она мне нравится что-то. Тише. Ну, что-то вот не понравилось. А голову нравится, шею нравится. Ну, мне понравилось новое имя. Тише? Да, практически. Он все-таки Василий второй хочет быть? Да. Васька. Будешь Вась, хорошо. Марии тоже что-то не нравится. У нас, когда Ворон приехал-то? Наверное, с недельку, да? А, ну да, неделю назад, во вторник. Сегодня к нам приехал кот, которого зовут Ворон. У кота вот. Что там, травма получается, да? Порвана губа верхняя. И вот такой вот. И рваный укус. Да, тут, скорее всего, укус был. Он две дырки. Вокруг абсцесс был. Он скрылся. Кожа теперь нет в этом месте. Вот тут видно, где дырочка была. И вот мы думали с врачом почистим рану, надо будет зашить. А тут даже зашивать нечего. Девочки ему ежедневно мажут, обрабатывают. Не надо туда заходить. Очень ласковый кот. И, в общем-то, все само и подзаживало. Он молодец у нас вообще, да? Ты молодец. Ты молодец. Не дерется когтишка, да? Нет. Нет. Толь, у тебя ирцитил? Да. Ворон, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Иди, иди к Люпе. Иди, иди к Люпе. Иди, иди вон туда, туда, туда. Нет, туда. Вон туда, туда. Иди, Коля. Иди скорей. Он разрывает тебя. И знает, куда ему сходить. Ну, куда-нибудь. Пускай походит. О, боже. Я пойду схожу. Можно? О, еще одна. Еще одна, да? Что такое здесь происходит? Стой, тебя кот побьет. Стой, 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 стой. Вот эта красота, когда мы пришли, тут бегала. Но так как мы выпустили котика, одного, второго посмотрели. Сонечку пришлось закрыть ненадолго. Минут всего лишь просим посидеть. Десять минут одну. А тут у нас живет то ослика. Но ослика переплюнула. Сонечка, это сто процентов. Друзья, к нам же вот эта бородачка приехала на стерилизацию. И в поиске хозяина. Вот сидит в таком замечательном русском одеянии. И ждет своего будущего хозяина. Стерилизована. Чуть-чуть еще подзаживет. И готова к переезду. Буквально через пару дней, недельку, уже можно домой. Присмотритесь, приезжайте, знакомьтесь. Джесс. Джесси. Нам лет восемь примерно. Джесси, красавица. Да, отличная собака. Субтитры создавал DimaTorzok Бруно. Ты смелый парень, да? Очень смелый. На столе смелый. И грустный. Сейчас он не должен, он же восьми его величит. Он, наверное, не должен. Он, да, он уже набрал точно. Какие четыре? Ого, тут хочешь, взвесимся. Тут надорвалось, но... Ай, красавчик. Позер. Я еще лапки вот так сложу. Нет? Ну ладно. Ну что с тобой случилось, солнышко? Он вчера... Вот этой, да, Темочка, ты лапкой начал двигать вчера? Вчера стал шевелить левой лапой и дергать хвостом. Прямо таких движений, но я бы не наблюдала у него. Вот с самого начала они были, потом все стало как-то у него не так активно. И сейчас, вот он вчера прям активно стал дергать этой лапкой, хвостиком. И как бы не передвигался особо, сидел в клетке. Так, чуть-чуть посидели мы там. Пописывал он сам вот два раза вчера. Без катетера. Когда дергал лапой, тогда и писал. Да, Темушка? И вот такая беда произошла. Кровь у нас в моче появилась. Такой вяленький. От еды отказался. И его явно тошнит. Я ему противорвотное дала. Сейчас все врачу расскажу. Посмотрим, что скажет, почему у нас все это. Теперь бред и видите, лапки побрили. Как раз вчера увидела, думаю, ну писает сам. Значит, сам будет от себя писать. Побрели ему попку, побрели лапки, живот. А Тема что-то загрустил. Чего ты такой грустный? Ну, мурчалка. Мурчалка еще тут. Держите кулачки. Это, конечно, постоянные какие-то эмоциональные качели. Но Темушка уже на пути в клинику. Через 2 минуты мы выйдем там. И я уверена, все будет хорошо. Друзья, отдала. Ведь лечебницу огромное вам спасибо за поддержку. Держите кулачки. Самое странное для меня, что кот сколько у нас находится. И никаких симптомов не было. И тут он условно начинает чувствовать лапу потихонечку. Дергать хвостом. И появляется кровь в моче. Ну, у Родиону тоже была кровь. И еще какая кровь. Там прям кровь с мочой была скорее, чем сейчас кровью. Но парень выкарабкался. Так что держите кулачки. Все реально сделать, реально вытащить. Попросила поставить Артему капельницу по возможности. Если он не будет есть. Потому что его тошнит. Опять-таки, почему тошнит? До этого ел нормально. В общем, сидел кот в клетке. Никуда не передвигался. Что произошло? Что у него там внутри щелкнуло? Непонятно. Но будем выяснить. Будем бороться за его жизнь. Послушай, достань там этот колтык у меня. Ой, у него, по-моему, кость, наверное, торчит. Ого, там... Там все мокрое, наверное, гной выходит. Ого, дырень. Ого, дырень. Марсик, Марсик. Сейчас перебрался в подвал. О, да, там много мест, куда можно спрятаться. Прекрасный подвал. Большой. Марсик, ты лежишь? Марс. Блин, ну ты и забрался. Да, с этой стороны лежит. Ага. А туда он не выбежит никуда, да? Нет, там нахуй лежит, а до него все лежит. Главное, чтобы на самый день залезли. Ну, он далеко лежит от меня. Это ж... Ну, он вроде. Так. Так, так. Тут он. Угу. Угу. Как бы мне к тебе пролезть? Может, нам с вами вместе полезть? Чтобы он, если... Если что, не пускать его, хотя бы. Да. Так. Что я думаю? Что? А думаю ли я что-то? Какая-то палка была. Палка под пиралкой. Так, я понимаю. Сейчас скажу, сколько столбов получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбов 10 примерно вперед, и он справа. Столбов 10. Ну, вот таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть этаж там. Да, вот там вот. Ну, вот. Мне кажется, может быть, даже там проще пролезть, не знаю. Сейчас я полезу, а он обратно побежит. Скорее всего. Чтоб он сюда выбежал, хотя бы. Ну, вот, если бы он выбежал вот сюда, я говорю, вот, ну, шугнуть, чтобы он... Ну, или туда, а можно тоже. А я тогда уже где-нибудь здесь буду. Закрыть главный вход, вот тот, наверное. Вперед. Он просто дверь вымыть, мне кажется. Дверь такая хлипенькая. Нет, не было мыть. Тогда надо дверь закрывать, вот этот вход закрывать. Он может с фонариком полезть, а я с палкой. И вперед, вот там вот можем полезть, или вот тут. Попробовать там его схватить можно. Он там точно не выпрыгнет наверх? Ну, а если выпрыгнет, он не выбежит? Нет, он не выпрыгнет. Это там внутри лаборатории. Это на адреналине они что-то так не делают? Нет, он точно не сможет. Смотрите, вот, ну, пролезьте он на полосу. Посмотрите, где проще будет. Где вам больше, это... Нет, вам где будет, мы вместе пойдем, я думаю. Я только в городешко полезу, попробуй. Так, вы здесь, я там, да? Тогда получается. Вам дать фонарик, может, чтобы вы с ним лезли? Держите. Нормально. Приветствую вас всех, друзья, грязной рукой. Сегодня в Гидеоновке ловили Псаж. Сейчас я вам покажу. Вот так вот мы слазили в подвал. Пес стоит там на четырех лапах, он убежал в подвал, он стоит на четырех лапах. А мы на карачках за ним лезли с девушкой, чтобы достать. Причем девушка чистая осталась, а я, видимо, с палкой. Или такая неуклюжая, не знаю. Я вся грязная. Ну, еще плюс ко всему, он начал выбегать из подвала. Его с другой стороны шугнули к нам обратно, чтобы мы его поймали. И он прыгнул мне. Сначала он вышибал дверь, кричал на девушку с той стороны. Она начала кричать, что все, пипец, он сейчас вышибет дверь. И он от нее отпрыгнул. Подбежал ко мне с диким рыком, оскалив зубы. То есть он стоит вот так и начинает просто прыгать мне на лицо. Я отпрыгнула в подвале назад. Но это трудно объяснить. Вот так вот вся эта сумбурка какой-то. Да, сейчас рассказываю. В общем, собака кинулась мне практически в лицо. Потом отбежала меня и побежала в сторону девушки. И там чуть ее не укусило. Сложный момент, потому что подвал огромный. Низкий. Он по колено, чуть выше колена. И мы там на карачках лазаем, а он передвигается. Подвигается, хоть и на трех лапах, но очень активно. В общем, мы договорились. Пока дают ему антибиотики. Потом, когда он придет либо в будку, либо в подвал, будем еще раз пытаться его поймать. Но сегодня, не то чтобы Акела промахнулся, но у нас поймать его не удалось. Он очень активный и на панике становится агрессивным и злым. Что тоже в подвале, на всяком случае, для нас очень чревато. Мы без каких-либо орудий. А он со своими орудиями всегда в пасте. Поэтому в следующий раз он уже будет более готов и захочет нас просто разорвать. Поэтому будем в следующий раз пылять наркозом. В этот раз думали подойти петлю надеть. Он там лежал. Какая петля? Он, оказывается, бегает на трех лапах активно, как здоровая собака. Там никакая петля не поможет. В общем, почему верно все выглядит, как бомжи? Потому что лазят по всяким помойкам, стараются помочь, а собаки это не всегда понимают, к сожалению. Валера, тебе привет. Мы лазим по таким же закололкам, как лазишь ты. Скоро я буду с тобой обсуждать, кто из нас был в худшем месте. Но это не самое худшее место. Но грязное и мокрое. И в подпал. Там вода течет. В общем, такое себе наслаждение. Друзья, собаку мы не поймали. Зато у меня есть хорошая новость. Собой не таки хороший, я считаю, по нашему котику-абормотику. Темочке. В общем, Теме до этого вставляли катетер. И, собственно, поэтому и не было крови в моче. Почему? Потому что у него песок в мочевом. И как только моча потекла сама, я вам уже писала, что у него вчера он лапой начал дергать и стал писать сам. И вот подтекала моча, и песок травмировал уретру. То есть у нас не пучки отказывают, слава богу. А песок, что тоже малоприятного, травмирует уретру. Ну, вот мы уже взяли, что? Уролекс, стопцистит. Вот нам корм отсыпают. Этот корм разрушает песок. Да, он подкисляет мочу. В общем, корм уринари берем вот. И будем антибиотики колоть. Продолжать. Только на другой антибиотик перейдем. Да, Тёма? И не будем болеть. Захворал парень. Видите, как только стал лапы шевелить, пописался, а мы вот такая проблема. Вот и подошел к концу обычный день верновцев. Полный спасения и помощи животным. Спасибо, что вы с нами. Ведь спасение животных – наше общее дело. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить все новости о спасении животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok